Продолжение следует... 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 Наша больница была открыта в 1903 году как комплекс, состоящий из богодельни на 60 коек и больничный корпус на 150 коек. Надо сказать, что в настоящее время мы вернулись в такой форме нашего учреждения. На первом этаже, мы сейчас видим фотографии слева, это фотография богодельни, второй этаж, женский этаж, насильницы нашей богодельни в 1903 году, пьют чай в коридоре. А справа это больница, уже хирургическая палата, есть пациенты и персонал. Советский период больницы тоже был более положительный и, в общем-то, тоже имел свои успехи. Это была Пято-Советская больница во время войны, Ивак Госпиталь. Дальнейшая больница была известна как Пято-Градская. И в 1592 году, по постановлению правительства Москвы, больница была передана Русской Православной Церкви, и уже 25 лет мы являемся в больнице святителя Алексея. Буквально в нашей больнице является святейший патриарх Кирилл, его заместителем Владыка Кантелимон. И вот, наконец-то, мы приходим к тому, что такое наша больница сегодня. В настоящий момент наша больница – это многопрофильное лечебное учреждение на 250-й, которое уходит в конституционно-диагностическое отделение центра, оснащенное современным диагностическим оборудованием. За год в социанаре проходит лечение более 5000 пациентов. Сотрудников в нашей больнице 430-440, среди них есть кандидаты, доктора наук, врачи высшей категории. В нашей больнице является базой тайфедры 1-го и 2-го медицинских институтов и клинической базой из СССР Дмитриевского училища СССР милосердия. Фотография нашей больницы сделана сегодня в приемное отделение. Это стационар, это наша операционная, она оснащена с самым современным оборудованием. Это палата реанимации. А вот это уже наше новое апеллиативное отделение, передвор, который мы видели в 1903 году, теперь выглядит вот так. Слева фотография с оборудованием, которое было приобретено в прошлом году. Это наше диагностическое оборудование Мартайм. Теперь вернемся немножко к нашей теме паллиативной. С 2005 года в больнице создана патронажная служба. Основная функция которой стала уход за больными в нашей больнице, во всех отделениях больницы, то есть в нейрологических отделениях, хирургических. И на базе патронажной службы в 16-м году была открыта паллиативная служба, которая включает в себя кабинет паллиативной медицинской помощи, паллиативное отделение, в настоящий момент уже не на 45, а на 70. И в выездную патронажную службу, которая у нас представлена службой БАС, фокус клинический, который сосредоточен на пациентах с боковым амитрофическим склерозом. Наши партнеры, безусловно, он же и сейчас, про который мы уже сказали, служба милосердия. Паллиативное отделение в этом году посетил у нас патриарх Кирилл, руководство, министр, в захоронении Вероника Игоревна Скворцова, святейший патриарх Паллиативного отделения нашей больницы. Я хотел сказать о тех трудностях, которые возникли у нас при открытии отделения, и вообще, как это происходило. В 2016 году, в начале, примерно в этот период, не было четкого понимания, что отделение паллиативное будет в нашей больнице. Однако, вместе с министерством захоронения, мы потихонечку вышли на такое решение по применению и использованию федеральной субсидии, которая была положена в нашей больнице, по решению президента. И наша больница прошла достаточно быстрый период от лицензирования для получения лицензии на палиативную медицинскую помощь, как на стационарную, так и на амбулаторную. И вот на одном из этажей, одно отделение, было перепрофилировано палиативное отделение. Основные трудности, с которыми мы столкнулись, это известная, наверное, трудность, это кадровая. Мы испытывали и до сих пор испытываем проблемы с младшим средним медперсоналом, с врачами. Нам нужен руководитель респираторного блока, который запланирован в нашей больнице. При этом мы имели, возможно, самые хорошие условия для организации такого отделения в Москве, потому что мы имели, как я говорил, патронажную службу, в которой работало 40 кульфицированных сестер по уходу, которые стали таким ядром нашего палиативного отделения. Но, тем не менее, до сих пор это такой сложный процесс, в котором еще много-много что надо сделать. Мы имеем договоренность с Министерством захоронения о открытии респираторного блока. И более того, это есть программа, которая совоснована с Минздравом. Мы получили определенное финансирование, закупили оборудование, часть оборудования для открытия такого блока в палиативном отделении нашей больницы. Мы в прошлом году провели благотворительную акцию вместе с школой Акварели Сергея Андрея, где собрали средства на приобретение недостающего оборудования. В первую очередь, аппаратов для ненавидимой вентиляции легких. Мы все сейчас это имеем, но мы пока не имеем такой руководителя, который мог бы это возглавить. И очень надеемся, что кто-нибудь, кто здесь присутствует, кто-то нас слышит, поравит к этому интерес, мы с удовольствием встретимся и обсудим все перспективы. Потому что в настоящий момент наша больница, с учетом того, что мы имеем в качестве друзей и партнеров фонда «Жиль сейчас», и наша выездная палиативная служба занимается в центре базы, представляет себя в общем команду баз, которая здесь сейчас все организовывает. Мы, конечно, не имеем палиативное отделение, которое финансируется из федерального бюджета. мы оптимальное место, где можно оказывать помощь пациентам с баз. То есть у нас есть сейчас, в принципе, уже, ну, можно сказать, что есть такой полный цикл, да, то есть выездная служба, там, амбулаторная служба, позиционар, вот, но это надо еще развивать. Еще особенность нашей больницы в том, что наше палиативное отделение из-за федерального финансирования, так как финансируется из федеральных средств, может принимать на лечение пациентов из всех регионов. Это очень важный момент, потому что, да, бесплатно, потому что обычно палиативная медицинская помощь, она оплачивается из территориальных бюджетов. Соответственно, это ограничивает учреждения в госпитализации больных. То есть если это московское палиативное отделение в предбольнице, то, соответственно, это должны быть москвичи. Поэтому создание именно такого отделения с федеральным финансированием стало, конечно, очень важным моментом в организации палиативной медицинской помощи в Москве и в России. Мы благодарны в этом отношении, в поддержке страны главного специалиста Минздрава, палиативной помощи, департамент церкви в Москве, Диана Владимировна Невзорова, она нас поддерживает. Мы находимся в таком хорошем взаимодействии. И также мы хотим и дальше заниматься, и помогать, и являться базой для вложения таких вот учебных курсов. Здесь есть благословение Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы наша больница стала базой для продвижения палиативной помощи в России. И еще очень важный момент, который характерен для палиативного отделения, многопрофильной больницы. Я не зря показал, может быть, там не очень качественная фотография, но тем не менее я хотел показать, что наше палиативное отделение, наша палиативная служба находится в структуре многопрофильного стационара, где есть отделения неврологические, здесь есть хорошая реанимация, есть два хирургических многопрофильных отделения. То есть пациенты, которые оказываются в нашем отделении палиативном, они при необходимости могут пользоваться всей инфраструктурой больницы. И может быть оказана помощь хирургическая, что очень важно. Этого не хватает в таких учреждениях, как хосписов, где помощь все-таки ограничивается. У нас все-таки это медицинская помощь. И еще очень важный момент, который мы, безусловно, должны учитывать, то, что в нашей больнице, учитывая ее церковный статус и наличие в нашей больнице двух храмов, наши пациенты, ну, конечно, им доступна такая духовная поддержка со стороны наших священников. И мы открыты для сотрудничества с другими священниками. И мы нуждаемся в психологе, который работал бы в нашем палиативном отделении. Он мог бы быть и священником. Сейчас есть такое предложение со стороны нашего владыки Пантелеймона, что если мы возьмем на ставку психолога в палиативном отделении священника, это будет тоже хорошо. Но если не священник, то это уже хорошо. Главное, чтобы он хорошо помогал нашим пациентам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.